На минувшей неделе Краснодарский край подвел итоги аграрного года. Кубань в очередной раз дала стране небывалые урожаи. И это несмотря на все превратности погоды, которые сопровождали весну, лето и осень. Земледельцы собрали без малого 10 миллионов 500 тысяч тонн зерна. А это лучший результат в России. По традиции, краевая столица хлебосольно встретила тружеников села. Передовики предприятий получили заслуженные награды. В их числе были и представители Славянского района, с которыми мы поспешили познакомиться лично. «Поприятнее, конечно, на новой, чем на старой. Там всё. Тут как бы и кондиционер всё есть. А в старой нету такого». На работу в бригаду комбайнёр зерновой компании «Новопетровская» Илья Бойко теперь добирается с комфортом. Новенькая Нива стала главным подарком, который Илье торжественно вручили на Краевом дне урожая, как лучшему комбайнёру региона. Показывать рекорды для нашего героя не впервой. «Первый раз, сколько она могла идти? 3200. Это в районе я получал премию. А в том году 374. В этом 3900». Работники сельского хозяйства на подбор – улыбчивые и весёлые люди. На свой непростой труд они смотрят с лёгкостью. Наверное, потому, что любовь к этой профессии, понимание её значимости воспитывается с детства личным примером родителей. «Отец учил. Династия. Дед, отец, сын. Чего учил так? Ну, всем азам. Скорость какая, чтобы ничего не произошло. Много нюансов. Долго учиться надо». Из достижений каждого работника складывается успех всей компании. По оценкам экспертов, зерновая компания «Новопетровская» вошла в топ-5 самых динамично развивающихся южно-российских компаний с ежегодными темпами роста не менее 30%. Практически половина посевных площадей и хозяйства, которые составляют 18 тысяч гектаров, отведена под рис. Любимые сорта, как и у многих – рапан, полевик, танго. Урожайность белого зерна этого года на предприятии составила 74,6 центнеров с гектара. Такие цифры – результат комплексного подхода. «Новые сорта, новые технологии, сроки сева уменьшаются, ну и как бы ответственность со стороны специалистов. Специалисты заинтересованы в получении высоких урожаев, ну и есть результат». Ещё 15 лет назад урожайность 35-40 центнеров с гектара считалась отличным результатом. Сегодня только план в Новопетровском составляет 71 центнер. А бригады-победители показали и того больше – 83-87 центнеров с одного гектара уборочной площади. «Немало важно, конечно, между собой у них как соревнования идёт, сводку, они каждый день видят. И вот как бы вроде, ну, интерес к работе проявляется уже, когда смотрят цифры и стараются. Ночами ремонтируют, лучших награждают и внутри хозяйства, лучших работников, лучших механизаторов. Каждый год выделяем, ну, какие-то денежные премии, грамоты награждаем». У аграриев не бывает сезона отдыха. Только убран урожай, нужно сеять новое, пахать поле, чинить технику. Но наши земледельцы не жалуются. «Не хотел менять профессию. Вы, 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 втянулся». Ещё один победитель краевого рейтинга из Новопетровской – Эдуард Бабанов. Говорит, что самый жаркий период для сельхозпредприятий – осенняя жатва. В эти несколько месяцев комбайнёры на поле с 7 утра и до первой росы. Благо, в современных комбайнах-торумах работать комфортно. Герметичная кабина, электронное управление и самое необходимое для человека в жару – прохлада. «Кондиционер есть?» «Да, кондиционер, холодильник. Бутылочка влазит, водички, чтобы холодненько было». Эдуард работает в Новопетровской уже 27 лет. Говорит, что за молодёжью на полях угнаться тяжело. Но второе почётное место он уверенно держит уже несколько лет. И никак не ожидал, что в 2018 году его труд оценят не только в родной компании, но и на краевом уровне. «Как радость, неожиданно так, не ожидал я, что второе место будет по краю». Уборка завершена, подарки получены. Но отдыхать земледельцам некогда. Быстро пообщавшись с нами, вчерашние победители запрыгивают на своих рабочих лошадок и спешат в бой на подготовку полей для битвы за урожай уже 2019 года. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».